Тело водителя грузовика, который еще зимой затонул в Аби, подняли. Напомню, трагедия на ледовой переправе через реку произошла 22 февраля. Под лед ушел грузовик, принадлежащий фирме «Спецстроинвест» с двумя жителями Тюмени. После трагедии поиски погибших продолжались примерно месяц. В марте их приостановили после того, как тело одного тюменца, Рамиля Галиева, нашли. И вот спустя пять месяцев тело второго погибшего, Сергея Тымкива, тоже достали. Это произошло 20 июля. В окружную столицу прилетела мама погибшего, Майя Тупикова. Сегодня ей предстоит процедура опознания. И уже сейчас она занимается оформлением всех необходимых документов. А также ищет цинковый гроб, чтобы увезти и похоронить сына в родном городе, в Тюмени. 120 километров ниже того места, где ушла машина под лед, поселок Чипаев. Нашли его рыбаки, ну и потом перезвонили в милицию. Мы, когда я приезжала сюда, в июне месяце приезжала, мы здесь ездили прямо на лодке по реке. И всех предупреждали, прямо я сама предупреждала. Они там рыбачатся семьями прямо в лодке. Ну и там тоже маму плакали. Конечно, они вот поняли, мы всем передадим. Ну и своим, и все, и вот передали. Добавлю, по информации портала накануне.ру уже выявлен и наказан один из виновников страшной трагедии на АБИ. Правда, строгость этого наказания вызывает массу сомнений. За две загубленные жизни гендиректор Ямалавтодора Андрей Шоля, именно его предприятие занималось обслуживанием Зимника, был уволен со своей должности. Продолжение следует...